Руслан Берденов, это наемный сотрудник или бизнесмен? Я распечатал 100 резюме на тот момент. Я помню, я ходил по офисам, оставлял свое резюме. У меня был договор с моим отцом. Отец говорит, до второго курса я тебе буду помогать. После второго курса ты сам себя должен обеспечивать. Долго работал, это было очень сложно по базарам, по точкам, по магазинам таскать вот это все. Я там заработал до сих пор, помню, полторы тысячи долларов. Это были огромные деньги для меня. Я однозначно знаю, в любой точке мира есть какой-то выпускник КТЛ, и в любой сложный момент он может помочь. Вроде бы хорошо работали, потом нашу будку забрали на штрафстоянку, потому что мы незаконно работали там. Почему не было лекарств? Как устроен фарматофетический бизнес? Потому что такой проблемы практически, ну кроме нашей страны, в таком масштабе, наверное, нигде не было. Ты должен жертвовать обычно семьей. Ну да, ты должен жертвовать этим, да. Друзья, у нас первый выпуск программы SEO Club, и сегодня в гостях у нас президент группы компании Акниета Руслан Берденов. Руслан, приветствую. Приветствую. Руслан, ну раз у нас прям здесь волею случая лежит Forbes, в котором Кайрата Тимгенов, для нас, кстати, большим удивлением стало, что Кайрата вышел в публичную плоскость, и здесь он говорит, что данный актив, а именно компания Еврофарма, которая находилась в составе Акниет Групп, была выкуплена у Динмухаммеда Идрисова в 2017 году. Да, так и есть. Можно поподробнее вообще рассказать, кто начинал компанию, с чего она начиналась, что такое Акниет Групп и что такое Еврофарм? В целом, история компании начинается в 1995 году, основал компанию Оразалиев Марат, с одной аптеки, с простой семьи, и первая аптека, она открылась в городе Чимкент. До сих пор эта аптека у нас считается номером один, и по обороту, как бы, и история компании именно связана с этой аптекой. Человек очень простой, сам по образованию он был провизором, и решил, как бы, сделать большую сеть именно по Казахстану. В 1995 году он открывает одну аптеку, затем вторую, третью, тогда еще аптеки назывались Акниет, не было бренда Еврофарма, и мы с ним познакомились случайно в фитнес-центре в 2008 году, если не ошибаюсь. В 2010 году он пригласил на работу, я отказал, потому что я тогда уже работал в другой компании, и в 2012 году как раз Ден-Мухаммед Идрисов, господин Ден-Мухаммед Идрисов купил компанию. Они договорились с Маратом Оразалиевым, он купил компанию, ну, купил 50% компании, и затем вот Марату Оразалиев, он сказал, ребята, давайте приходите, дальше будем, как бы, развиваться, управлять. Вот есть хороший партнер, инвестор, дальше будем открывать, открывать, развивать свою сеть по Казахстану, и в конце 2011 года я, как бы, начал работать в этой компании. У нас тоже были определенные условия, ну, спасибо в то время, вот, наши акционеры основные, Ден-Мухаммед Идрисов и Марату Оразалиев, они дали нам доли, и мы дальше, как управляющие партнеры, начали работать в этой компании. Был ребрендинг полностью, Еврофарма, дальше мы открылись на весь Казахстан, сейчас нас нет только там в Петропавловске, в Кустанае и в Павлодаре, в трех городах нас нет. По всему Казахстану мы открыли, мы дальше развиваемся, на данный момент в компании насчитывается около 280 аптек, и мы дальше уже, как бы, не смотрим на то, что мы фармкомпания, мы уже идем и на FMCG, идем и на другие направления, и, как бы, меняем полностью формат рынка. То есть, Марат, вы встретились, там, условно, в Люксоре, да, я не знаю… В Люксоре. В Люксоре, да. А, в Люксоре, да. Он пригласил, ты отказался, я не знаю… Два-три раза приглашал, он в девятом году, в десятом году, в одиннадцатом году, вот, я три раза ему отказывал. И в конце одиннадцатого года, когда уже сделка произошла, он говорит, Руслан, ну давай, начнем делать бизнес. В то время я занимался, сперва работал в компании Procter & Gamble, это американская компания. Потом я работал в компании Comtrans, это нефтяная логистика. И, в принципе, у меня был хороший офис, мы сидели, я смотрел, у меня, где я сидел, был прям вид на горы, на Альфа-Раби, и я не хотел, в принципе, менять свою работу. Меня все устраивало, но в какой-то момент я понял то, что я хочу что-то новое, я хочу сам что-то делать, сам творить. И, на самом деле, по зарплате, на тот момент я потерял, потерял очень много, но я пошел за перспективой. И мы договорились. И за долей, я так понимаю. Да, ну, это было как раз таки и доля и перспектива. Но долю мы не сразу получили, там были определенные договоренности, мы достигли их, и потом мы получили долю. Вообще доля мотивирует наемных сотрудников? Конечно. Однозначно. И сейчас, как бы, у нас управляющая компания, точнее управляющие ребята наши, они являются акционерами компании. Было интересно, мы в 2018 году полностью продали, как бы, и Де Мухамед Идрисов, и Марат Уразалиев, и мы, как бы, свою маленькую долю продали господину Тимгенову. И на тот момент я переезжал в Америку, у меня были там свои проекты, и я, как бы, определился с будущим, я говорил, я перееду в Америку, буду заниматься там другим бизнесом. Мы там потихоньку какие-то проекты уже начали. Но, и я сказал господину Тимгенову, дайте мне команду, так как мы эту компанию, как бы, грубо говоря, поднимали там с маленького уровня, и на эту компанию мы не смотрим, как просто там продал актив и ушел. Я хотел все правильно передать, и тогда вот Кайрат Шакиртович сказал, ну, ребята, давайте так, как бы, если у вас хорошо получается, давайте дальше продолжим. Я не буду лезть там в операционку, я не буду там лезть в кадры, я просто, вот, давайте договоримся, кто за что будет отвечать. И он, как бы, очень умный человек, он говорит, и в виде мотивации давайте, как бы, сделаем так, чтобы у каждого управляющего была доля, был интерес. Соответственно, я начал, я говорю, ладно, окей, с Америкой я, как бы, завязал, дальше сфокусировался именно на этот проект, собрали хорошую команду, собирал команду с разных больших компаний, это и большая четверка аудиторская, вот у нас управляющий финансовый директор Ермек Казым, оттуда, бывший коллега мой, проектор Энгамбл, и на тот момент он работал коммерческим директором компании Лориаль, это французская компания косметики, его пригласили Торсуна Дельбаев, и вот так мы собрали команду. Ребят, потом, вот мы покупали сеть Арзамфарм, команду, а эта сеть была очень сильна в регионах, но на самом деле мешала нам тоже, она была нашим конкурентом, Арзамфарм, они открывали аптеки, там, где мы тоже были, но Еврофарма, она не залетела в регион, потому что Еврофарма для аула, это, как бы, это дорого, это слишком лакшери было. И я уговорил господина Тимгенова, сказал, давайте мы купим эту сеть и возьмем эту команду к нам в наши ряды, потому что это молодые, активные ребята, и как раз таки вот в этом журнале мы давали интервью, я Жан, не Азалеев, но Жан, не Азалеевы, братья-близнецы, их команда, мы все, как бы, объединились сейчас, у нас огромная, большая команда, молодая команда, амбициозная, и мы сейчас, как бы, в Казахстане, в принципе, я думаю, сделали все, нам осталось немножко, где-то пару лет, и дальше мы будем уже выходить в другие рынки. Мы уже пробовали себя в Узбекистане, сейчас, как бы, думаем насчет России, думаем насчет Восточной Европы, какие-то переговоры ведем, но хотим дальше-дальше расти и развиваться. Отлично, можно тогда вернуться, кто такой Руслан Берденов, откуда он появился? Ну, помимо того, что он Конрад, брат Конрад, да. Заодно реклама, да? Да, да. На самом деле меня заставили одеть эту футболку. Ну, понятное дело, да, еще бы, мы тут… Кстати, классная футболка, качество классное. Мы тут бесплатно не ходим по красивому офису. Родился в Чимкенте, учился там, закончил школу на красный аттестат, затем поступил в КАЗГУ, параллельно учился в КИМЭПе, это долгая история, затем поступил в КИМЭП на магистратуру, но я со второго курса работаю. Я работал у Марглана Сисимбаева, мы непосредственно, конечно, напрямую не работали, но я работал в компании. Когда я отмотаю от СИМАРа, получается, ты из обычной семьи? Да, нет. Или все-таки… Нет, 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 я из обычной стандартной семьи, как бы… А папа кто? Папа военный, мама преподавателем работала, но потом… И кто в торговле не задействовал? Нет, нет, абсолютно нет. А как так ты же из Симкин? Ну, я не знаю, так получилось, да, мы не шиковали, мы, ну, как бы… Стандартная семья… А деньги на учебу? Нет, я сам поступил, я сам поступил. На бесплатный? Да, да, на гранд. То есть ты как бы умным там в школе, так… Ну, не то, что умным, да, ну, я старался, старался. Это… До седьмого класса я… Я как бы… Мы занимались спортом. У меня есть родной брат, мы занимались спортом. И потом, после седьмого класса я поступил в казахско-турецкий лицей, на тот момент еще КТЛ назывались. Сейчас это Билл. И эта школа, на самом деле… Это ключевой момент, я думаю, в моей жизни. Эта школа изменила все. Все, то, что я вот… О чем я думал, эта школа изменила меня полностью. Тогда можно еще раз… Стоп. Почему КТЛщики такие успешные? Ну, во-первых, я думаю, модель, модель обучения там правильная. Там же все же раздельно же. Мальчики раздельно учатся, девочки раздельно. Это английская система. И у нас, ну, открыто говоря, не было времени на любовь-морковь там и все вот эти дела. Я бы не хотел, конечно, с мальчиком жить, честно говоря. Ну, не самая приятная вещь, конечно. Тем более у нас система была, как бы система интерната. Мы жили там. Мы только возвращались домой в субботу-воскресенье. А ты не скучал по дому? В первые времена, да, было скучно. Как бы я скучал по дому, по вот этому комфорту, который есть по всем вот этим вещам. Но потом, после восьмого класса, я наоборот, я не хотел идти домой. Я оставался там, потому что там были разные кружки, кроме там всяких, всякой школьной программы. И был футбол, там бокс, там тейквондо и так далее. Были разные активити. И мы оставались, на самом деле, в конце недели. И реально, мы до сих пор скучаем по этим временам. И я думаю, все КТЛщики меня поймут, кто заканчивал. И там друзья, они реальные друзья. Мы до сих пор общаемся. Мы до сих пор друг другу помогаем. Мы до сих пор друг друга поддерживаем. И вот эта комьюнити, это очень сильная, я думаю. Это самая сильная комьюнити в Казахстане. И я однозначно знаю, в любой точке мира есть какой-то выпускник КТЛ и в любой сложный момент он может помочь, если даже он тебя не знает. И на самом деле это очень сильно работает. Даже какие-то вещи, какой-то бизнес сделать очень легко. И многие КТЛщики занимаются глобальными делами, даже по бизнесу, потому что обязательно в каком-то городе есть его одноклассники или там друг или там тот, кто заканчивал КТЛ. И ценности видения, я думаю, у нас одинаковы. Ну, мне говорили, что КТЛ это даже не нетворкинг. Это как целая секта. Прямо они вы настолько у вас все там устроено так, что вы чуть ли не обязаны помогать друг другу. Ну, не то, что секта. Я думаю, вот это, грубо говоря, армия, но без дедовщины. И там реально идет вот этот дух, братский дух. Мы вот, допустим, не кошмарили наших там младших. Такой системы у нас вообще не было. Нагрев не собирали. Нагрев не собирали, не кошмарили, за сигаретой, за пивом не отправляли. И вот это все, на самом деле, очень сильно работает. Вот, допустим, многие выпускники КТЛ, они не пьют, не курят. И я вот, если честно, я даже не пробовал. А если ты заговорил про турков, сколько языков знает СИО Акнеетгрупп? Ну, я знаю английский, турецкий, русский, казахский, азербайджанский, узбекский. Ну, азербайджанский, ладно, он в турецком, а узбекский? Узбекский, потому что я родился в Чекенте. А, ну, сори, я забыл. Рядом Ташкент. Я забыл, что Ташкент – столица Казахстана в прошлом. В прошлом. Так, ну, идем дальше. Просто как-то ты так взял, поступил в Алматы и сразу устроился в СИИМАР-группу, к тому самому Маргулану, которого сейчас молится там вся Украина. Ну, условно. Конечно же, не все так просто, как я говорю, но я на тот момент… У меня был договор с моим отцом. Отец говорит, до второго курса я тебе буду помогать. После второго курса ты сам себя должен обеспечивать. Помогать – это снимать квартиру? Не надо снимать квартиру, помогать, ну, деньгами, не знаю, и так далее. Но у меня была стипендия, я получил президентскую стипендию. В принципе, то, что я получал, это мне хватало. Ты не бухал, не курил, не курил, как обычные студенты. Да-да-да, я получал 50-60 долларов от отца каждый месяц. Это небольшие деньги на тот момент. И когда уже вот я закончил второй курс, я начал думать насчет работы. Что хорошо в КАЗГУ, нам по некоторым предметам сказали, ребята, кто закончил КТЛ? Мы говорим мы. Говорят, вы мне будете мешать, вам автоматом пятерка. Можете мне участвовать. Серьезно? Серьезно такое было. Это из-за того, что… Ты на кого учился? На финансиста. Математика, правильно? Я понимаю, что в КТЛ очень сильные науки. Вышмат и другие вот эти предметы, они сказали, ребята, вы будете нам мешать, вам будет неинтересно, так что вам автоматом пятерка. Супер. И было очень много времени, я параллельно учился, я говорю, вот я параллельно еще учился в КИМЭПе. Не хватало в смысле образования в КАЗГУ? Если честно, да. Потому что все-таки именно наше образование, оно немножко отстало. А в КИМЭПе? В КИМЭПе на тот момент было супер. Продолжаем. Вот как удалось устроиться? Это первая работа была, да? Это, ну, по сути, я до этого, после первого курса я работал переводчиком. С турецкого? Турецкий, английский. Тогда вот проект был Азиадаусу. Я думаю, все помнят, наше поколение особенно. Иргалиев, помните, вот Мархум Иргалиев, он был, по-моему, главным продюсером. Да, всегда в кепке ходил. Да, да, да. И я туда попал. Ну, мой один хороший друг, брат, посоветовал меня, Иргалиеву. Иргалиев сам сделал интервью. Они взяли меня на работу. И вот два-три месяца я работал в этой компании. Как раз во время этого концерта там. Там очень много там иностранной переписки, встречаешь иностранцев и так далее, и так далее. Это был, на самом деле, мой первый опыт. Я до сих пор помню. Тогда вот первая зарплата была 60 долларов по тому курсу. Я так радовался того, что, ну, оказывается, можно зарабатывать еще, как бы, в долларах. Я зарплату в тот момент получил в долларах. Я до сих пор помню. И это было после первого курса. И мы тогда с ребятами тоже начинали потихоньку делать бизнес. Мы открывали маленькие магазинчики. Ну, мы называем это будками, да. Я до сих пор помню. Первая точка у меня была на Гагарина, на Кихтенко. И мы там открыли. Ну, где, напротив Меги сейчас примерно. Там в том районе. И вроде бы хорошо работали. Потом нашу будку забрали на штрафстоянку. Потому что мы незаконно работали там. Потом мы с братом. Мой брат... По-чемкенски. Да, по-чемкенски. Партнеры были тоже чемкенскими, кстати. Мой брат занимался бизнесом тоже. Они открывали уже серьезные магазины. Как-то помогал брату. Были и другие, как бы, бизнесы мелкие. Но я хотел почему-то офисную работу. Я себя видел в офисе. Я себя видел перед компьютером. Я всегда себя видел в костюме, в галстуке. Захожу там в крутой офис. И вот не знаю. Офис очень крут. Наверное, один из самых крутых офисов, которые я видел в Казахстане. Сейчас, да. Безусловно. Можно тогда сразу здесь тоже еще один стоп. Самый тоже важный вопрос, который обсуждают все. И ваш любимый Маргуан или, не знаю, нелюбимый. Он тоже говорит, что не все люди могут быть бизнесменами и предпринимателями. Правильно. Кто-то создан для того, чтобы работать на кого-то. Правильно. И причем таких людей большинство. Очень много, да. Вот все-таки Руслан Берденов – это наемный сотрудник или бизнесмен? Я себя попробовал и в корпоративной культуре. Я делал и бизнес. Но все-таки я бизнесмен. Для себя я как бы определился. Я бизнесмен. Но все люди не могут быть бизнесменами? Однозначно. Однозначно. А как же бизнес, все вот эти тренера, инфо-цыгане, которые учат делать бизнес? И говорят, что каждый может. Нет, я думаю, вот эта ерунда полная. Потому что некоторые люди, возможно, будут больше зарабатывать, именно работая на кого-то. У меня куча таких примеров. Вот я работал в компании Procter & Gamble. И вот тогда мы еще с ребятами, с коллегами обсуждали дальше, кто куда пойдет. Многие ребята, они говорят, мы останемся, мы дальше будем продолжать карьеру. И они сейчас очень успешные. Зарабатывают огромные деньги. Кто-то сидит там в Женеве, кто-то там в Нью-Йорке, кто-то в Москве. И я думаю, у них лучше вот реально получилось именно по карьерному пути, не по бизнесу. Если бы эти люди занимались бизнесом, я скорее всего думаю, они не были бы такими успешными. Из-за этого как бы у каждого есть своя сильная сторона. Я думаю, человек должен посмотреть, протестировать это. Я это сделал, вот я думал, что я всю жизнь буду сидеть в каком-то офисе перед компьютером, делать какие-то там отчеты и так далее. Но оказалось это не так. Мне стало скучно. Первая работа, вопрос был, как я поступил, как меня приняли студенты. Я распечатал 100 резюме на тот момент. Я помню, я ходил по офисам, оставлял свое резюме. Ну, никто меня не позвонил. Я уже забыл, кстати, это время. Да, действительно. Для многих сейчас дико, наверное, потому что резюме как пересылают. Даже не пересылают, а люди заходят на вот эти сайты. Перкантер там или там напрямую отправляют. В те времена не было такого подхода. Мы распечатывали, я оставлял резюме. В файлах хоть? Да, в файлах, да. Я потратил там деньги на эти файлы и распечатывал резюме в цветном принтере. Это было тоже дорого. Либо еще и креативно. Да. Но почему-то никто мне не позвонил, кроме одной компании. И эта компания была Сеймар. Потом они переименовали на Алель. Сейчас Алель Агро до сих пор. Эта компания работает. Там тоже был знакомый, один брат, друг. Он тоже мне помог определенно пройти собеседование. Он объяснил систему. Все-таки связь бездельшая. Ну, как бы связи… Ну, хоть и не Агашка, но тем не менее. Да, это, я думаю, как бы полезные связи. И было реальное интервью, и меня приняли на работу. Приняли на работу менеджером по продаже. Не столь, как бы… Яиц? Нет. Куриная продукция. Именно мясо. И на самом деле мне было как-то немножко позорно даже. Почему? Потому что я хотел… Я хотел сидеть в офисе. Я хотел делать там… А… Сказали… Сказали, будет зарплата 200 долларов. Это… Какой год был? Это был 2004-2005 год примерно. И… Я сказал, да, блин, я получаю стипендию. В принципе, мне хватало. Здесь еще и зарплата. Классно. Потом мы начали, как бы, работать. На тот момент этой компанией управлял родной брат Маргуана Сисимбаева, Оскар Галин. Я до сих пор, как бы, общаюсь с этим человеком, сильно уважаю его. И мы иногда, вот, встречались, были там, совещания, встречи и так далее. И мы, на самом деле, тогда еще, ну, как бы, студенты, зеленые. Мы смотрели на них, как они живут, как они одеваются, на каких машинах катаются, там, как разговаривают. Но тогда же Маргуан другой был. Он же не как сейчас, там, я эту жилетку покрасил, 25 раз надел. Нет. Я помню, по-моему, даже я его где-то видел, там, и на Бентли, и там, с охранами, да? У них, да, да. И Бентли, и гельнвагены, охранники. Ну, все так было. Я просто всегда Маргуана про это спрашивал, он тебя сразу уводит разговор в другую сторону. Ну, да, возможно, ценности уже, как бы, поменялись. Но на тот момент, когда мы работали, мы видели именно вот этот период. И тогда вот мы работали где-то полгода, потом меня сделали начальником розничного отдела из-за моих результатов. Я тоже, как бы, долго работал. Это было очень сложно по базарам, по точкам, по магазинам, там, таскать вот это все. У меня был помощник, экспедитор. Потом я говорю, блин, что-то мне не хочется это сделать. Я стою больше. Но, Аскар Галин сказал, ребята, давайте мы переходим от вот этого найма. Каждый наш сотрудник будет бизнесменом. Вы будете дистрибьютором нашей продукции. У вас будет план, у вас не будет зарплаты. От этого плана вы будете получать свои бонусы. Мы сказали, отлично. И в первый же месяц я там заработал до сих пор, помню, полторы тысячи долларов. Это были огромные деньги для меня. Когда в 2005 году, условно, там, квартиры, там, в районе, там, Орбиты стоили, трешка стоила, там, в районе 15 тысяч долларов. Это были огромные деньги. Мы сказали, окей, как бы, и начали работать. И, в самом деле, вот этот опыт, он, я думаю, он основной для меня был. Я тогда вот определился, что я хочу работать именно в бизнесе. Я не хочу работать по найму. Я не хочу, там, никакую карьеру. Может, ты почувствовал, что ты работаешь сам на себя? Сам на себя. Я, да, я, я, как бы, я хозяин своего времени. Я сам распределяю свое время. И это, на самом деле, очень кайфово. Ахнет Групп – это казахстанская мультиформатная компания, управляющая портфелем брендов в сфере ритейла и дистрибьюции. Компания стремится к качественным сервисам создавать продукты, закрывающие основные проблемы наших клиентов. Это дефицит времени, нерациональное использование ресурсов и желание укрепить самое бесценное – здоровье. С Тугисом мы заказываем такие карты. А, Тугис, он продает прямо? Да, да. Талткурган, Каскелент, Талгар, Узнагаш. Это регион, где мы открываем… То есть даже в таких маленьких местах? Да, да. Сколько вообще городов, я не знаю, населенных пунктов в баксикарте? В целом по Казахстану 160 региональных центров. Из них мы определили 100. 100 мы будем. Сейчас у нас есть 79. Ну, это очень впечатляет, потому что с учетом того, что у нас сколько областных центров и крупных городов? 20-25, да? То есть… Ну, есть… Вот регионы никто как бы… Многие… Возможно, вы вообще пионеры в цивилизованной торговле в регионах. Возможно. Это наша директорская. А, здесь сидит борт? Да. Акнет групп. Так, я тоже пользуюсь случаем-то параллельно. Не только на вот эту камеру еще и сюда снимаю. Друзья, посмотрите. Это борт, акнет групп. Здесь сидят биг боссы. Вот, это наша директорская. Мы сделали так, чтобы они интерактив был. С друг другом общались, проблемы решали и так далее. Это не так, как в других компаниях обычно директор. Каждый директор сидит там в отдельном кабинете. У нас они все сидят. Все общие проблемы, они все слышат. Это конференц-рум там и дальше вот. Это очень удобно. А вы еще арома, да, используете? Да, да, да. Потому что у вас дорого пахнет. Здесь? Здесь у нас учебный центр. В каждом офисе мы имеем учебный центр. Здесь new hire у нас проходит… Это учебный центр. Здесь новые сотрудники проходят стажировку. Я такое, кстати, видел в Magnum. Просто у вас как-то все как будто бы, я не знаю, в Louis Vuitton. Оборудование прям как в аптеке. Сканеры, чеки и так далее. Вот здесь они все проходят. Здесь вот эта муляжная стена открывается. Там на человек пятьдесят зал так открывается. А, там люди работают. Это наш конференц-зал. Сори, на одну минуту. Сойдем. Заходите, да, сидите, сидите. Наш конференц-зал. Здесь полностью оборудование, все презентации, отчеты и так далее. Я людей не буду снимать, а так снимаю. Это комната для молитв со всеми делами. Крутяк. Это не надо снимать? Да. Ну, в целом. Это наш второй ресепшн. Этот лифт, где Поль… И, по сути, такой публичный ресепшн компанией. После дистрибьюторства продукции Allel Agro… Вот я после Allel Agro хотел поработать в иностранной компании. На тот момент еще был Ким Эпп. В Ким Эппе в те времена было очень модно работать в большой четверке. Это все аудиторская большая четверка. Было модно работать в иностранных компаниях. И, в том числе, это был Проктор Н. Гамбл. Я случайно, получается, туда попал. Мой друг пригласил. Он говорит, давай пойдем, зайдем экзамен. Офис был крутой. Это какой был год? Это был 2007, по-моему. Тогда у Проктор Н. Гамбл здесь было очень серьезное представительство. Очень большая команда. В курьере было много стран, по-моему. Да, полностью. Казахстан был главным офисом Центральной Азии и Кавказ. 9 стран входило в этот офис. И офис был на Аль-Фараби, в Фурманово. Я говорю, ну давай я тоже здесь попробую поработать. Твоя мечта, крутой офис. Да, крутой офис. Большая компания. Как я и хотел. В принципе, мы очень хорошо зарабатывали по дистрибуции. Мой бизнес, он был параллельным. Я не бросал, как бы, Allel Agro. Я поставил команду. Команду экспедиторов, команду менеджеров. И они сами дальше развивали. Я только был на телефонах. Компания Проктор Н. Гамбл – это, ну как бы, мировой лидер с огромным оборотом. Сейчас компания, по-моему, стоит в районе 150-160 миллиардов долларов. И она дала возможность быть частью этой компании, быть частью партнером этой компании. Мы покупали акции этой компании. Нам дали вот такое разрешение. И эта компания, на самом деле, очень много вкладывает в свою команду. Мы бесплатно получали, там, огромное количество тренингов. Мы летали по всему миру. Мы видели, как бы, как делается бизнес за рубежом. И, на самом деле, я даже могу посоветовать тем, кто хочет получить хороший опыт – это самая лучшая компания. А чем ты там занимался в Прокторе? Я занимался логистикой. На самом деле, очень интересно. В те времена, как бы, было очень модно заниматься логистикой. У них очень хороший такой своеобразный подход. Если ты набираешь большой балл, тебя берут в отдел продаж или же в отдел маркетинга. У Проктора такой подход. Есть же балл – финансы, бухгалтерия, логистика. Я не хотел работать в продажах, потому что я и так, я думал, я отработал. И на тот момент, вот, маркетинг тоже не совсем мое. И логистика, логистика, везде была логистика, что это такое, это было модно. Я думаю, давайте попробую с этого. Я там проработал именно в логистике. Хотя были, как бы, там можно менять свои assignment внутри компании. Но я стабильно работал именно в департаменте логистики, supply chain management они называют. И там, на самом деле, набрался огромного опыта. Потом меня пригласили в казахстанскую компанию, нефтяную, именно логистическую компанию, компанию «Исткомтранс». Там проработал немножко. И потом уже перешел в компанию «Еврофарма». Когда Дин Мухаммед Идрисов вошел в капитал компании «Акниед», правильно? Тогда «Акниед». Да, «Акниед». У нас вообще две компании, точнее, три были на тот момент компании «Акниед» дистрибьюшн, это дистрибьюция «Еврофарма», это ритейл, это чисто ритейл розничной аптеки. И «Планта» компания производственного у нас была. Мы производили БАДы, всякие биодобавки и так далее. Это было три компании. И господин Мухаммед Идрисов, он вошел именно в группу компаний. Хорошо, когда он вошел в эти компании, соответственно, потом тебя пригласили на работу? Да. У меня всегда интересен вопрос. Ты успешно дистрибуцировал, продолжал эту курицу? Да, да. Зачем тебе надо было работать в иском трансе? Потому что в дистрибьюции у нас был потолок тоже. Я понимал то, что вот этот заработок – это максимум. Ты сберешь, добавили что-то? Нет, мы добавили ассортимент, мы это делали, но на тот момент ты не можешь продавать… Сколько потолок дистрибуции? В деньгах. Мы зарабатывали чистыми на тот момент в месяц в районе 80 тысяч долларов. И это был на самом деле потолок. И ты пошел к кому-то на работу? Да, потому что там были условия как бы лучше. И нефтянка тоже, это было интересно. На самом деле эта компания, она самая крупная компания после коттеджа до сих пор. До сих пор иском транс – это один из лидеров рынка. Они имеют, сейчас я не знаю, я думаю, я предполагаю, они имеют примерно около 20 тысяч своих цистерн газовых, нефтяных. И они до сих пор как бы лидеры рынка. Было очень интересно проработать в этой компании. А чем пригласили? Директором департамента. И мой департамент делал в районе 85 процентов обороты этой компании. По сути от этого департамента как бы зависело все в этой компании. И на самом деле очень интересно. Владелец компании – Серсенов Марат, он тоже в списке Forbes. Очень интересный, интеллигентный человек. С ним тоже было очень интересно поработать. И на самом деле он тоже был такой хороший опыт. Я тоже когда уходил, он говорит, ну Ислам, зачем тебе Еврофарма, когда ты работаешь в хорошей сфере, у тебя хорошая зарплата, хорошие бонусы. Сколько это хорошая зарплата? Я не могу это говорить, но в принципе это была очень хорошая зарплата, хорошие бонусы. И он говорит, зачем тебе вот это все, переезжать в Чимкент, заниматься этой розницей, я тебя не понимаю. Если проблема в зарплате, давай поднимем ее. Я говорю, вообще проблема не в зарплате, но я хочу свое. Он говорит, ну хорошо, как бы решать тебе. Я говорю, ну я для себя определился, я хочу как бы заняться этим. Переезжать в Чимкент, так это родина? Ну, когда вся движуха была в Алма-Ате, и был комфорт, мы в те времена сидели в Чимкенте, 11 этаж, они до сих пор там находятся. Крутой офис, я даже помню, были люди в компании Ауди, на тот момент по каким-то делам, они говорят, даже в Ауди нет такого офиса, вообще шик, как здесь сидеть. Но я для себя решил, я хочу как бы заниматься бизнесом, и я хочу как бы потом не жалеть об этом. Потому что это тоже вот эта зона комфорта, это тоже на самом деле манит остаться, ничего не менять, дальше работать, получать какие-то бонусы. Я для себя еще как бы во времена Проктора решил, что я буду заниматься бизнесом. Параллельно у меня тогда еще были бизнесы маленькие, у меня были управленцы, в целом как бы системно я всегда как бы, если я захожу в какой-то бизнес, я не лезу в операционку, я нахожу сильного операциониста, даю ему долю, и он этим занимается. И до сих пор это так. У меня параллельно были другие бизнесы, и как бы всегда я давал долю именно управляющему, и он дальше это делал. Затем был период еврофармы, работы было очень много, мы пахали 24 часа, 7 дней в неделю, и этот режим до сих пор продолжается. Я вот говорил даже, в 19-ом году я был 80 дней только в Казахстане. 20-й год, конечно, не удался, как мы все полгода сидели дома, но в 19-ом году, в 18-ом году я почти там, в Казахстане был только 30%. Все остальное, там, самолеты, Европа, Америка, другие страны и так далее. Ну, это очень, очень динамичная работа, и для меня она очень интересная. На самом деле, ты сам видишь то, что ты делаешь, ты видишь результат. Когда была именно и поддержка, как бы сильная поддержка акционеров, тогда как бы можно дальше развиваться, и я думаю, нам повезло именно с акционерами. Потому что люди были понимающие бизнес. Мухаммед Идрисов – это, ну, как бы, феноменальный человек. И он к бизнесу подходит, у него свой подход, академический подход. У него, ты говоришь что-то, он знает уже, что будет через пять лет. Он тебе говорил уже вот так. С ним очень интересная работа, на самом деле. Марат Урозалиев – основатель компании. Он просто какой-то энерджайзер. Этот человек, он не спит. Он ночью мне, вот, бывало такое, в четыре ночи он мне позвонит, говорит, поехали, я нашел одну точку, давай обсудим. Он приезжал сам на своем Мерседесе, там, забирал меня. И мы там четыре-пять часов утра смотрели на одну точку. Я говорил, блин, почему так, да? Нам повезло, что мы работали с такими людьми. Я говорил про Марата. Он тоже феноменальный человек. Он без образования, без всяких вот этих там MBA и так далее, и так далее. Он просто очень крутой бизнесмен. Я до сих пор как бы уважаю. Он входит, хоть и у него нет доли сейчас в нашей компании, он входит в совет директоров компании. И мы до сих пор как бы иногда беседуем с ним. Когда ты пришел в Еврофарм, в Акниедгрупп, сколько было у вас аптек? Около 70 аптек было. Против 280? Сейчас. Сейчас, да. Вы купили сети Арзан? Да, Арзанфарм. Вы ее переименовали сразу? Нет, мы наоборот. Аптеки Еврофарма, которые находятся в регионах, мы поменяли на Арзанфарм. И сейчас это как Toyota и Lexus. Lexus это Еврофарма в городах, а Toyota это в регионах Арзанфарм. И ремонт, и выкладка там немножко все по-другому. Хотя как бы по ассортиментной матрице там в принципе большой разницы. А цена образования? Так же. Мы, кто работает в рознице, в нашем сегменте, мы самые дешевые. То есть Еврофарма дешевые аптеки? Да. Мы открыто работаем, у нас белая компания, мы как бы платим налоги и так далее. Но есть компания, которая работает немножко по другой системе. У некоторых есть, они балуются и контрабандой и так далее, и так далее. Как-то оптимизируют свои какие-то затраты, покупают контрафактную продукцию. Очень много игроков есть на нашем рынке, которые этим балуются. Мы это не делаем. Продают поддельные лекарства? Да, да. Как бы это не секрет. Во время пандемии, я думаю, новость была на Tengri News, на всех вот этих порталах. То, что под Алматой нашли компанию, где было 110 тонн. Многие люди не поняли вот этот момент. Мы обнаружили 110 тонн упаковочного материала. было на 110 тонн. То есть, сколько продукции вообще не понятно. То есть, сколько продукции вообще не понятно. Сколько тысяч тонн этой продукции. И упаковки были иностранных препаратов, и они там просто штамповали это все. Далеко не надо ходить в Ташкент. Там очень много заводов, которые делают просто подделку. Серьезно? Очень много. И я всегда говорю, когда люди мне пишут, почему у вас дорого? Я говорю, если для вас дороже жизнь, вы должны быть уверены, что вы покупаете. А в других сетях, они очень сильно балуются этим. И зарабатывают бешеные деньги на этом, потому что контрафактная продукция стоит очень-очень дешевле, чем оригинальная продукция. 280 аптек – это же не предел. Много где нет ни Еврофарма, ни Арзана. Конечно же не предел. Мы на этот год поставили план 350 аптек. А в целом сколько, в ближайшей перспективе? Я думаю, максимум 500. 500 аптек – это емкость крупнейшей казахстанской аптечной системы. Да, я думаю, 500 аптек. И это мировой бенчмарк. Допустим, тот же Уолмарт, он не сейчас, он в хорошие времена занимал около 25% рынка. Это самый-самый большой бенчмарк в мире по рознице. Из-за этого мы тоже для себя ставим вот такой вот предел. 25% рынка – для нас это норм. И мы не монополисты. Постоянно ходят слухи, что ваша сеть хочет кого-то выкупить. Мой Раузу вы хотели выкупить и еще кого-то. Да, конечно. Я и говорю, пока на нашем рынке не будет порядка, пока не будет занимать организованная розница большую долю, у нас не будет правильного ценообразования. Рынок Казахстана, он очень маленький. И все должны понимать, что логистика Казахстана – это самая сложная. Самая сложная в мире, я могу сказать. У нас не развита логистика. Из этого мы огромные деньги тратим, огромные деньги инвестируем на логистику. Мы строим хабы по всему Казахстану. Это в регионах Алмата, Чемкент, Астана, Ускаменогорск, Атрау. Атрауский хаб будет покрывать полностью запад. Астанинский хаб – центр. Ускаманский хаб – полностью восток. Алмата – это отдельный регион Алмата, Алматинская область. В Чемкенте мы смотрим на юг Казахстана. Это Тарас, Казахстан, Чемкент, сам город. Из-за этого мы имеем свою логистику, логистическую компанию. У нас 150 транспортных средств. Мы постоянно инвестируем в это. И когда ты имеешь определенную долю и цена, конечная цена, она будет доступна для населения. Мы на самом деле добиваемся этого. Сейчас мы запустили и онлайн продажи. Сейчас мы запустили и подписку. Что такое подписка? Это, грубо говоря, Amazon Prime. По подписке в месяц тысячи тенге или же в год 10 тысяч тенге ты покупаешь подписку. И ты получаешь товар по себестоимости. Что такое себестоимость? Это себестоимость товара плюс логистика. Зачем вам это? Мы хотим открытость. Мы хотим, чтобы лекарства были доступны. У людей не было вопросов, почему аптеки много зарабатывают. Вот этот момент мы хотим просто убрать. И это будет открыто. Себестоимость плюс логистика – это себестоимость для потребителя. А наш заработок будет по подписке. И мы к этому и идем. На самом деле рынок фармацевтики, он не такой большой. Это примерно полтора миллиарда долларов. Казахстанский рынок фармацевтики. Из-за этого мы пошли и в фуд тоже. В FMCG мы открываем Арзан Маркет. Это в регионах. Наша цель – убрать базар. Наша цель, чтобы в регионах не было базаров. Не было вот этих наших старых, без всяких стандартов базаров. Где мы открываем Арзан Маркет, в этих регионах потихоньку закрываются базары. Потому что Арзан Маркет – это дискаунт-центры. Мы идем по политике Уолмарта. Мы в регионах открываем наши Арзан Маркеты. Рядом мы открываем Арзан Фармы. Вместе мы ловим вот этот поток. И в городах мы открываем магазины у дома Ямарт. Что такое Ямарт? Ямарт – это уже самая нужная ассортиментная матрица для клиентов. Первое – мы хотим, чтобы наши клиенты экономили свое время. И второе – ресурсы. Третье – чтобы они улучшали свое здоровье. Ни в каком бизнесе мы не используем ни алкоголь, ни табачку. Это странно звучит, но мы первые в Казахстане. В супермаркетах мы не продаем ни алкоголь, ни табачку. Потому что это против нашей политики. Мы хотим улучшать здоровье населения. Мы хотим, чтобы это было доступно. Чтобы люди понимали, что если какой-то товар стоит X, он значит стоит X, а не 2X. И из-за этого мы сейчас запустили систему. Мы сделали аппликейшн. Можете скачать там «Евроформаапп». Можете сделать подписку. Вот я сам подписался. Я купил годовую подписку. Я сделал 2 покупки. Я купил. Я купил весы Амарон. Они стоили условно 35 тысяч тенге. Я купил по себе стоимость за 28. Я уже сэкономил 7 тысяч тенге. Я купил джилет, косметику и так далее. И все. Я сэкономил 3 тысячи тенге. 2 покупки я сэкономил. Все. Дальше то, что я буду покупать, это уже в плюс. И мы хотим, чтобы наши люди пользовались этим. И мы хотим, чтобы это было доступно для всех. Наша цель, конечная цель вот такая. Портфель деловых брендов компании включает сеть «Фармстор», «Еврофарма» и «Арзанфарм». Сеть дисконтных центров в районных центрах «Арзанмаркет», запущенных по аналогии американской сети «Волмарт». Мы уже не позиционируем себя как аптечной компанией. Потому что мы уже давно не аптечная компания. Мы уже зашли в «Фуд». Вот недавно открыли «Ямарты» магазинного дома. И там по ассортименту это примерно 2700 наименований. У наших зрителей сейчас взорвется голова. Так, есть аптеки «Еврофарма»? Да, есть. Есть аптеки «Еврофарма». Есть дистрибуторская компания «Акниет» со складами во всех регионах и логистическими центрами. Да, правильно. Есть «Имарты». Они при аптеках «Еврофарма» или это отдельный формат магазинов у дома? Вообще, мы бы хотели делать это вместе, но наше законодательство это не позволяет. И за это мы делаем рядом. Рядом? Рядом. Сколько сейчас и марта? Ну, сейчас мы открываем в Чинкенте 7, в Алмате около 10 и в Норсултане около 10. Ну, бенчмарк, получается, для вас это Бутс? Да. Потому что в интервью вы говорили про Walgreens, Бутс, Альянс. Да, да. Это большая компания с оборотом 160 миллиардов, сейчас может больше. Мы встречались с ними в прошлом году, они приглашали нас в операционный офис Ноттинген. Затем они пригласили в головной офис, в Нью-Йорке мы были. И в итоге мы как бы решили то, что мы будем сотрудничать, сотрудничать по формату. У них все-таки всяких новых фишек больше, чем у нас. И по продукции мы будем эксклюзивными партнерами их продукции. Эта компания Walgreens Альянс, она как бы и производит очень много там косметики и всякой другой продукции. Мы об этом договорились. И им в целом как бы интересен наш рынок, как мы будем дальше развиваться. Они хотят зайти на этот рынок. Ну, когда это будет? Будет у нас Бутс? Будем ждать. Ну, я пока не знаю. Может, вы откроете? Может быть, может быть, да. Просто франшизу на наш регион купила другая компания. А, да? Уже давно, да. Я думаю, это арабы. То ли катарская компания, то ли дубайская компания. И они владеют этой франшизой. Ну, посмотрим, что будет. А если в Узбекистане много контрафакта? Так. Зачем вам туда идти? Тут бы с Казахстаном разобраться. Ну, в целом, мы осторожно будем заходить на этот рынок. Мы уже один разошли. Мы до сих пор там работаем потихоньку. Но Еврофарму пока мы не открывали. Мы потихоньку будем открывать Еврофарму. У нас есть устная договоренность с Азаматом Усмановым, председателем правления компании «Магнум». Но они тоже туда идут? Они тоже идут. Где будут «Магнумы», параллельно будет «Еврофарма». Ну, и сейчас в Казахстане такая ситуация. Да. Мы, где открывается «Магнум», открываем «Еврофарму». И я думаю, вот эта коллаборация дальше продолжится и в Узбекистане. Но я слышал историю, что вы уже зашли в Узбекистан, и там вам дали серьезный отпор. На самом деле мы зашли как дистрибьюция, как дистрибьюционный бизнес. И братья молодцы наши узбеки. Они собрались, они дали отпор, но мы-то не сдаемся. Мы сейчас вот думаем, мы хотим дальше расти или в сторону России, или в Восточной Европы, или же в Центральной Азии. Мне интереснее идти в Восточную Европу. Все-таки там уже рынок, он сконсолидирован. Там есть лидеры, там есть стандарты, и нам там легче будет работать. То есть «Еврофарма» Польша? Возможно. Почему бы нет? В Польшу я попал? Ну, я не знаю, Польша, Литва, там… А, Эстония, Латвия. Да, Латвия. Хорошо. Ну, на самом деле нам будет очень приятно, если казахская компания будет и в Восточной Европе, и в России, или в Центральной Азии. Ну, зайдем в Россию через Восточную Европу. Почему бы нет? Очень интересно. Но есть такие планы, да? Есть, конечно. Они прям уже ощутимые? Они ощутимые, да. Мы как бы сейчас смотрим, разговариваем. Можно сроки поставить? Вот Узбекистан мы зайдем в… Узбекистан мы зайдем, скорее всего, в этом году. В этом году? Да. Почувствуем рынок, посмотрим, как там пойдет. Но все-таки все равно Узбекистан будет меняться. Он не будет таким, каким он был, и он будет всегда меняться в хорошую сторону. Там тоже уже вот эти форматы будут, у них стандарты будут, это все будет работать. И когда это все будет работать, мы там должны уже быть, а нас там должны знать. Мы туда не заходим из-за того, что нам просто интересно туда зайти. Мы туда заходим только ради бизнеса. Это четкий, трезвый подход. И я думаю… Но нам сейчас интереснее заходить именно не в те страны, где нестабильно, а нам интересно заходить там, где стабильно. Там, где выручка идет в валюте. И пока вот думаем насчет как бы Восточной Европы. Но четких планов по годам еще пока нет. Я думаю, ближайшие там 2-3 года мы там будем. В компании Акнет Групп работают более 2 тысяч сотрудников. Общая торговая площадь всех торговых сетей составляет более 30 тысяч квадратных метров. Какой оборот сейчас у вашей группы компаний? Ну, в районе 350 миллионов, 350-360 миллионов долларов. В год? В год. Очень серьезно. Мы год закрыли, да, 20-й год закрыли. Но 20-й год же вообще был очень успешный. Вот давайте поговорим про 20-й год, да? То есть перейдем к болезненной теме, да. Реально. То есть я недавно был в одном автосалоне, где привозят эксклюзивные автомобили. И я говорю, а это кто купил? Мне говорят, а это вот директор медицинской клиники. А это кто купил? А это директор клиники, который анализы сделает. А это кто купил? А это хозяева там того. То есть я так понял. Медики стали, ну может по крайней мере не сами там врачи или лаборанты, но владельцы медицинского бизнеса хорошо заработали, да? То есть я понимаю, что для вас в любом случае это бизнес. Конечно, да. Но я скажу другое. И я понимаю, куда я пытаюсь направить ситуацию, да? Да, да, я понимаю. Сколько вы заработали, да? Нет, для нас этот год на самом деле был провальным. Почему? Потому что мы планировали закрыть год в районе 400 миллионов долларов. У нас не получилось. Как это он был провальным? Мы не могли найти у вас лекарства в аптеках. Ну не только у вас, а вообще в целом в аптеках. Нет, проблема была в том, что все стоки, которые мы имели, мы продали там условно за один месяц. А потом мы не смогли заказать. А потом, когда нам дали возможность заказать, мы заказали очень много. Потому что заводы они не отпускали по партиям, которые мы брали обычно. Они говорили, ребята, если берете там, если мы обычно брали условно, я скажу, 100 упаковок, они нам говорили, берете тысячи и лишь до свидания. И мы вынуждены были брать по такому объему производителей. И сейчас… Характер бизнеса поменялся. Да, и сейчас мы сидим с оверстоками. У нас был аутовсток, товара не было. А потом мы заказали, а сейчас сидим с оверстоками. И это все же деньги же. У нас склады переполнены товаром сейчас. Потому что мы заказали очень много, а у нас другого выхода не было. Вы все помните ситуацию, там не было лекарств, шум, гам. А лекарства – это всегда как бы социалка. Тогда стоп. Почему не было лекарств? Как устроен фармацевтический бизнес? Потому что такой проблемы практически, кроме нашей страны, в таком масштабе, нигде не было. Там много факторов. Первый фактор – мы не производители. А как же все наши заводы? Все наши заводы производят в районе максимум 15% от общего объема. Максимум. Мы не производим ключевые, жизненно важные препараты. Соответственно, мы в основном импортируем. И весь вот этот коллапс, он был из-за этого. Нам государство не дает деньги, чтобы мы закупили на черный день. Нет такого. Мы же сами же занимаемся. Наши все кредитные средства, все деньги, мы сами это делаем. И этой программы у нас нет. Найте вам льготных денег и давайте закупите. Кто тогда виноват в этом дефиците лекарств? Ну, там много факторов. Виноваты мы сами, потому что мы не производители. Нет, хорошо, конкретно. Ладно, страна виновата, власть виновата, еще что-то. То есть, кто виноват? Фармакомпании, СК Фармация, я не знаю. Министерство здравоохранения. Кто-то же должен быть виноват, нет? Ну… Потому что это странно, когда мы звонили и всем искали. Какие-то даже процитамовы мы искали. Инговерины, я не знаю. Был период, когда мы просто остались сами с собой. Но, на самом деле, сейчас я не хочу искать виноватых, потому что это не моя функция. То, что мы видим наше видение, наши идеи, мы высказали. Мы высказали нашему государству. А как можно это предотвратить? Ну, вот быстро, если коротко. Ну, в целом, должны быть запасы. Чтобы эти запасы были, должны быть льготные, деньги. Это же все-таки социалка. Условно, как Магнуму дают деньги наоборот, чтобы поддерживать доступные цены на продукты. Я не знаю, если Магнуму такие деньги дают или нет. Но если Магнуму дают, такая же программа должна быть и у нас. Нам таких денег не дают. Мы только теряем. Нам сказали закупайте маски. В марте, помните, был дефицит масок. Мы закупили столько масок, и сейчас мы считаем минусы. Почему? Потому что на тот момент мы закупили за 113 тенге. Нам говорили, давайте, давайте, срочно надо. А сейчас они законно спустили цены за 25 тенге. Ты должен продавать маски. И наш минус, который мы получили, никто за это не отвечает, кроме нас. Когда они нам говорили, закупайте, мы купили. А когда уже минус, мы говорим, ребята, что будем делать, это ваши проблемы. Из-за этого мы привыкли решать свои проблемы сами. Конечно, это большой минус для компании. И до сих пор, на прошлой неделе даже было совещание, у нас тупик. Что мы будем делать с этими масками? А потом масок на рынке завели, я не знаю откуда. Это было и без документов, и без ничего. Это было за 10, 15, 20 тенге, когда мы купили заводы официально за 113 тенге. И таких, грубо говоря, вещей очень много. Я говорю только про маски. Там есть еще другие вещи. Также препарат вышел. Вообще, помните, не было ни инговерина, ни клексана и так далее. Люди просто искали, откуда что найти. Мы завезли несколько препаратов, которые помогали на 80%, на 85% и так далее. Нам и акиматы говорили, и другие органы государственные говорили, ребята, давайте лекарства, давайте лекарства. Надо, это соцбезопасность, надо будет, мы у вас купим и так далее. Мы партиями закупили. В итоге никто ничего не купил. Даже потом был запрет на продажу этих препаратов. Потому что где-то, у нас же каждый день протоколы лечения менялись, помните? Где-то поменяли как бы протокол лечения. И мы остались с этими стоками. А я могу спросить, сколько зарабатывает Руслан Берденов? Самый обывательский вопрос. Ну, зарабатывает смотря с какого бизнеса. Со всех бизнесов в год. Ну, лично это вопрос. Секрет пока. Во-первых, надо посчитать вообще, я даже не считал. Хорошо. Какие есть бизнесы у Руслана Бердена? Ну, лично у меня есть разные. Мы занимаемся, я говорил, да, мой брат занимается. Это наш бизнес общий, куда я не лезу. Мы занимаемся стройкой не здесь, а в Америке. Да, вот это интересно. Вы строите в Америке? Да, мы строим дома в Нью-Джерси и в Ди-Си. А как это взять и начать строить? Я слышал там, чтобы даже проектировать, сколько всего нужно сдать. Для этого мы потратили сколько времени, возможно, пять лет потратил на это. Пока я собрал команду, с кем буду строить и так далее. Сейчас там полноценно работает команда, есть свой директор, у него есть своя доля. И мы потихоньку, потихоньку работаем на этом рынке. Изучаем, в принципе, очень интересно. Это успешный кейс? Да, да. На самом деле было, как бы, было желание показать то, что казахи могут работать и в Америке. Почему мы не начали там, условно, в Турции? Почему не начали, условно, в Азербайджане? Да зачем в Турции? Там лира падает. Это очень интересно. И мы, как бы, наш кейс, он очень успешный. Мы, как бы, хорошо работаем, нам нравится. Дальше, как бы… Сколько вы заработали денег? Достаточно заработали денег и дальше мы вкладываем еще. На самом деле, я оттуда деньги не беру, потому что стройка – это всегда ты должен инвестировать в земли, да? Ты должен покупать участки. И то, что мы зарабатываем, мы покупаем участки. Что вы строите в Нитерси? Это коттеджный городок. Там много домов? Да. Двадцать. Ну, в первую очередь была, мы ее продали. Сейчас, в вторую очередь, мы ее строим. Там двадцать восемь. Это впечатляет. Ну, как бы… Правда, что в Вашингтоне вы там все продали? Да, мы продали. И сейчас, как бы, зашли еще в новый проект. И дальше, дальше потихоньку продолжаем. Сколько стоит квадрат? Ну, я понимаю, там другая система измерения. Тем не менее. Сколько стоит квадратный метр приблизительно, чтобы нам всем стало понятно? У нас… В Версте или в DC? У нас именно по нашим проектам или средний рынок? Нет, по Вашим проектам. Ну, в районе четырех-пяти тысяч долларов квадратный метр. Ну, там не в квадратах считается, но в районе четырех-пяти тысяч долларов. Какие еще есть бизнесы? У нас есть хедж-фонд в Америке. Также занимаемся, как бы, акциями. Но ты говорил, что при этом у хедж-фонда всего лишь десять миллионов долларов. Зачем ради десяти миллионов иметь фонд? А как расти дальше? Ну, как бы… Нет, ну, я не знаю. Просто для Америки десять миллионов долларов – это… Ну… Нет, это немного, конечно. Как вот десять миллионов тенге, чтобы люди понимали. И вот… Да. Ты же ради десяти миллионов тенге не открываешь. Это немного, но… Зато… Любую вещь ты же начинаешь с маленькой суммы. Да. Я думаю, это нормальная сумма, чтобы, как бы, начать сделать такую структуру. У нас прозрачная открытая структура. Мы работаем, как бы, по всем правилам американского рынка. Нас аудирует, там, третья сторона. Мы показываем хорошие результаты, и мы… Кто там работает? Там тоже наша команда, наши партнеры – казахи, кстати. В Нью-Йорке? Нет, они вот… В этом году они переедут в Нью-Йорк. Мы вот думаем взять офис. Сейчас как раз ситуация такая, что можно там в районе Манхэттена взять хороший офис. И мы вот в этом направлении сейчас работаем. Там тоже наши казахи. Это очень круто. Да. То есть, что не разговор, то и хэдж-вонд в Америке, и стройка в Нью-Джерси, и стройка в Вашингтоне. Меня берет гордость. Бизнесы, связанные с гостиницами, то есть, гостиничные бизнесы – это не… Это, нет, это входит в нашу группу, группу компании, как бы, Еврофарма и… Вам зачем гостиницы? Нет, это, как бы, эти инвестиции были начаты, как бы, эти проекты были начаты до, как бы, Еврофарма, пока господин Итингенов не купил компанию. А потом он передал, как бы, эти активы под управление нам. Да. Насколько я понимаю, это отель «Мовенпик» в Москве? В Москве, да. «Холь-де-Ин», «Мовенпик» в Москве. И здесь мы строим два отеля. Это «Наватель» и «Ибис». Это бывший отель «Джитсу». Который сгорел благополучно? Он сгорел, но мы выкупили его как объект, потом снесли, потом сняли, как бы, подняли. Сейчас там уже, как бы, мы подняли два отеля. Там же строится, кстати, проект «Самый крутой ресторан Сандык». Это ваш ресторан? Это чей ресторан в Сумкенте? Да, это наш. Это наш. Наш, это чей? Я и у меня есть, как бы, партнеры. Это ребята, как раз таки, с нашей команды. Мы открыли этот ресторан. Я думаю, все узнали от блогеров, которые поехали туда, в Сумкент. Не, на самом деле. Совсем недавно, да? И президент там был, да, по-моему? Ну, именно в ресторане не был, но наша команда обслужила и президента, и других там высокопоставленных гостей. Теперь я к чему кланю дальше, да? То есть, часто Руслан, я даже не знал об этом, и только когда вот Асхат начал говорить, главный по кекс-группу, типа «Руслан ага, Руслан ага». Это серый кардинал, конечный бенефициар всех блогерских проектов. Проктер энд Гэмбл нашей страны, потому что каждый человек, даже я, сталкивался с «Саламбро». Да. Имеет туда отношение? Да, немножко. Да. С «Мармелад бар». Есть немножко. «Спейниш чизкейк». Есть немножко. «Доннер хаус». «Доннер хаус». «Доннер хаус». Нет, в айсе нет. Айс нет. «Доннер хаус». Что я забыл? «Халал слайс», «Халал байт». В целом мы познакомились со «Схатом» по проекту «Додо пицца». Мы хотели открыть по франшизе «Додо пиццу». Был у нас знакомый, Рустам, он познакомил меня со «Схатом». Они вдвоем хотели открыть, они искали инвестора. Вот так мы познакомились. Мне этот проект не понравился. В целом, я сказал, мне неинтересно. Но всегда было желание работать именно в ресторанном бизнесе. У меня до сих пор есть мебельный бизнес. Ну так вскользь, да? Если честно, я вообще как бы… А, мебельный, да. Это не имеет отношения к этой мебели, но… И я партнером своему турку. В месторождении нет денег под стаканом. Ха-ха-ха-ха. Я своему партнеру турку, Ханифиби, я ему говорил, «Ты же турок. Каждый турок должен резать денеры, да? Давай сделаем какой-то хороший ресторан». Он говорит, «Зачем тебе это?» Ресторанный бизнес, он самый сложный. Я говорю, «Я хочу, я не знаю, хочу». Он говорит, «Я это делал, я не хочу». И у нас вот так, каждая встреча заканчивалась, я хочу, не хочу. И вот, мы познакомились с Асхатом. Я сказал, ну, так как мы уже имеем какой-то опыт в рознице, в бизнесе. Я Асхату сказал, «Асхат, если делать какой-то проект, ты должен быть лучшим в каком-то монопродукте. И ты должен, чтобы этот проект был масштабирован. Не только в Казахстане, ты это должен масштабировать дальше. И в Россию, и в другие страны, и в Америке, и так далее. Команда Асхат, она очень амбициозная, молодая. Эти ребята очень бешеные ребята. Асхат, Расул. И я просто сказал, к примеру, я думаю, выбрать бургеры. Бургеры должны быть самыми лучшими, самыми дешевыми. И должен быть масштаб. Так они начали проект «Салам Бро», дальше «Мармелад Бар». Стоп, начали-то с «Юфрейнбурга». Да, да, кстати. И это же был провальный проект. Да, это был провальный проект. Как раз таки этот разговор был после «Юфрейнбурга». Как бы не было разборок, не было… И все равно Руслан такой, провалились еще там. Нет, не было истерики. И я сказал, ребят, как бы… Я изначально говорил Асхату, что «Юфрейн», я уважаю этих ребят. Это тоже очень талантливые, молодцы ребята. Но именно бренд «Юфрейнбурга», под брендом «Юфрейнбурга» я видел много рисков. И первый риск, я говорил, возможно, эти ребята, если завтра вырастут и скажут, каждый пойдет по своему пути. Как и стало, в принципе, как и произошло. Благо, Арман с Кариной – это все нормально. Да, они туда. И я говорил, блин, это большие риски. Когда Асхатнул, как бы он был молодым, горячим, он говорит, нет, ага. Я верю, они как бы на всю жизнь, до конца и так далее. Так же и по ЖЭКе. Я говорю, ну как бы ЖЭКа, я говорю, я буду инвестировать, если он будет инвестировать в свое здоровье. Вот тогда, в тот день, я помню, Асхат купил абонемент ЖЭКе. Говорит, занимайся спортом. Потому что твое здоровье – это важно. Это не только твое здоровье, это и бизнес наш. Я думал, вы его наоборот до смерти доведете его походами в горах. Я на него смотрел, я думал, блин, его приступ скутит. Нет, он лучше себя чувствует. Он сбросил, я не знаю, 20-25 килограмм, он лучше выглядит. И вот так пошло-поехало. На самом деле, я вообще не лезу в операционку. Как и говорил, мой подход такой. И ребята развивают дальше этот бизнес. Сейчас это успешно? Очень успешные проекты, да. Но я не думаю, что пока еще вернулись деньги. Нет. Не то, что вернулись, мы уже зарабатываем. А, даже и вернулись, и уже зарабатываем? Да, да, да. Мы вернули деньги. Потому что сеть так быстро растет, я поэтому и думал, что нужны постоянно новые сети. Нет, нет, молодцы. Асхат систему правильно поставил. И мне нравятся именно эти ребята. То, что ты говоришь, они сразу это делают. У них нету там, дай подумай, дай подожди. Нету такого. И я думаю, они в своем деле номер один. Они молодцы. Не то, что они мои партнеры, а в целом по подходу к бизнесу. И в целом, как они понимают это все, как они делают. Но они продают франшизу. Да. Продает ли франшиза или собирается продавать Акнеетгрупп или Еврофарм? Нет. Все наши точки, они наши собственные. Мы не продаем франшизу и пока не думаем об этом. Потому что для нас модель она другая. Мы по-другому смотрим к этому бизнесу и мы не хотим продавать. Мы не хотим потом видеть какие-то проблемы у наших партнеров. Потому что это не такой легкий бизнес, как каждый. Ну, то есть перспективы развития Еврофармы. Это рост, количество точек. Я имею в виду Казахстан. Это логистические склады. Естественно, автоматизация процессов. Да. Увеличение ассортиментной матрицы. Это продукты, парфюмерия даже, косметика, я уверен. То есть это модель бутса, где-то еда. Но что с интернетом? То есть с интернет-продажами как у нас? Отлично. Мы в 2014 году начали интернет-продаж на самом деле. У нас сайт еврофарма.кз работает с 2014 года. Сейчас около 12% продаж нам делает интернет-продаж. Это серьезная сумма? Это серьезная сумма, серьезные обороты. И более того, мы сейчас подключили уже еврофарма-ап. Это работает. Сейчас, как я и говорил, насчет подписки. Подписка будет и на товар народного потребления. Условно наша цель, чтобы… На все подписка. А сейчас я могу подписаться? Да, конечно. Уже продано, по-моему, это приложение. Хорошо, с интернетом… Цель наша, чтобы любой человек заказал картошку и условно парацетамол. Мы идем по такому алгоритму. В целом, если просто лекарство, это не прибыльно. Если продавать только лекарства. В самом деле, лекарства полностью регулируются государством. Все цены. И если ты продаешь только лекарства, сложно выйти на прибыль. Из-за этого у нас… Мы называем парафармацией. Это то, что не входит в фармацию. То, что не входит в лекарство. Это и детское питание. Это и косметика. Это и женский уход и так далее. Пара фармаций у нас занимает около 40% продаж. В сети фармсторов действует собственная круглосуточная система доставки через свою логистическую компанию с собственным автопарком. В 2014 году была запущена первая интернет-аптека в Алматы. Сегодня количество заказов сайта составляет 16 тысяч заказов в месяц. В конце 2020 года было запущено мобильное приложение Eurofarm App с возможностью приобрести подписку E-Club, которая будет охватывать и другие продукты компании. Вы раскрываете чистую прибыль компании? Конечно. Как бы не для всех, но для кого надо мы раскрываем. Ну для нас не расскажете. Пока нет, потому что пока мы не публичная компания. А есть планы выйти на IPO? Мы пока для себя определили дату, 2024 год. Это для нас год IPO. И сейчас мы готовимся. А нет цели стать финтехом, как Каспий? И зайти на IPO, как финтех от фармации? Ну это сложно. Каспий, у них своя история. Как бы они молодцы. Они сделали революцию. У них бешеная команда. И в целом сфера у них другая немножко. Хорошо. Это банки, деньги. К моменту IPO может Eurofarm быть единорогом и стоить миллиард? Куда я колосса, я думаю, да. Мы к этому идем. Мы хотим быть миллиардной компанией. Из-за этого и активно ищем другие проекты, которые будут увеличивать нашу капитализацию. И добавляем очень сильно, как бы обращаем внимание на IT, на IT-сферу. Тот же там Eurofarm App, это первый App, который работает в СНГ по лекарствам, именно по подписке и так далее. Как бы у нас много чего, то что мы делаем впервые в СНГ. У вас крутые офисы. Я не знаю, зачем фармацевтической компании? Ладно, в Шымкенте у вас крутой офис. В столице я бы у вас хороший офис. Значит, у вас самый крутой офис среди большинства компаний, которые я знаю. Да. Да, потому что акционер, на самом деле, вкладывает в инфраструктуру. И это в том числе и офис. Это не только склады, это не только логистика, но это и офис. Потому что для наших людей мы должны создавать комфортные условия. А основной актив компании – это наши люди. Не только офисы. Мы внедряем международные правильные фишки. У нас есть премия АДАЛ. Кто получает эту премию, он получает хорошую сумму бонусов, он получает золотые часы, если это женщина. Он получает серебряные чиселы. Есть льготы на покупку жилья и так далее. Мы все это делаем. Вы мотивируете сотрудников? Да. То есть корпоративная культура у вас направлена на то, чтобы дать хорошее благосостояние каждому собственному? Мы… Это и социалка с одной стороны. Мы каждый день открываем рабочие места. И мы хотим, чтобы наши сотрудники зарабатывали. Зарабатывали. И мы… Более того, мы даем проценты от оборота. Получается, каждый сотрудник на местах – он хозяин аптеки. Мы им говорим, вы акционеры этой аптеки. Я Руслана Берденова часто раньше действительно видел в аэропортах, постоянно Руслан Берденов куда-то летит, туда летит, куда-то едет. И… Помимо того, что мне понравилась одна мысль, я спрашивал Руслана там, что тебя мотивирует? И Руслан мне ответил, что дефицит оборотки – лучший мотиватор для бизнесмена, да? Да. Это, кстати, очень справедливо. И это для многих действительно так. Это не только даже для бизнесмена, для многих людей, да? Это становится хорошим мотиватором. Да. Но я сейчас не про это. В то же время я понял, что Руслан Берденов свою семью-то видит. Вижу, конечно. Как растут его дети. Ну, отлично. Отлично, да, я вижу, конечно. Я просто к чему клоню? Чтобы быть мега-супер-успешным, ты должен жертвовать обычно семьей. Ну да, ты должен жертвовать этим, да. Я, как бы, ну, в целом человек, я это всегда говорю. Я говорю это и моей команде, да, нашим ребятам. Если мы определились, куда мы идем, что мы будем делать, нам все равно, нам надо чем-то жертвовать. Ну, это не в виде жертвы, конечно. Ну, конечно же, для нас очень важно, как там, как растут наши дети, там, семейные отношения и так далее. Я за все это, я за руками и ногами, но мы, так как выбрали вот этот путь, у нас не будет там стандартного отношения, как там многие люди делают. С девяти до шести работают, после шести пришли там домой и так далее. У меня этого графика нет. И, возможно, это минус, возможно, плюс. Но, пока у нас вот это время активное, да, мне сейчас 35, я думаю, там, до 50 будет вот это активное время, там, что-то сделать, изменить и оставить какой-то след там в истории, я не знаю. Ну, я надеюсь, хотя бы в 50 лет Руслан Бердинов спокойно будет нянчиться с внуками. Ну, да, надеюсь, да, время покажет. И перестань все-таки воевать, да, потому что… Нет, не то что, ну, как бы мужчина создан для войны, на самом деле. Я уже понял позицию Руслана, что женщина создана, чтобы хранить дома очаг. Нам всем это объяснил Маргуан Сисимбаев в своих неоднократных книгах. Да, он постоянно про это говорит, о роли женщины и мужчины, о биологической, о природной роли. Правильно говорит. Я полностью поддерживаю. И, честно, мы записали столько материала, даже не знаю, сколько попало в финальную версию, но мы здесь полдня записывали. И вообще нам даже этого времени не хватило понять, чем же занимается Руслан Бердинов, потому что такое ощущение, что он занимается всем. По крайней мере, меня он очень сильно мотивирует. Надеюсь, будет мотивировать и вас. И я очень рад, что у нас сегодня такой крутой, классный и открытый гость. Руслан, спасибо большое. Рахмет. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!